Тунгус. Истребитель нацистов, как сибиряк-снайпер в одиночку застрелил 360 немцев. В ходе противостояния советских солдат наступающим гитлеровцам рождалось немало уникальных военных достижений. Именно в ходе Великой Отечественной появились самые результативные снайперы, меткая стрельба которых по час могла остановить наступление противника и посеять панику среди гитлеровских солдат. Одни осваивали науку метко бить врага из снайперской винтовки по собственной воле, а другие оказывались в числе самых результативных фронтовых снайперов совершенно случайно. Из землянки на передовую. Большинство из тех, кто в ходе боевых действий на полях Великой Отечественной получил известность как уникальный разведчик, летчик или стрелок, имели крайне непростую судьбу. К этому числу принадлежал и Семен Намаканов, простой сибирский мужик, ничем не отличающийся от многих других. Еще мальчишкой Намаканов обучился меткой стрельбе. В семь лет юный тунгус из рода шилкинских хамниганов впервые взял в руки винтовку, а уже в десять самостоятельно продавал добытые трофеи на ближайших ярмарках. Историки отмечают, что жил Намаканов так же, как и почти все в то время, минус бедно и трудно. Несмотря на тяжелые условия, в девятнадцати лет Семен Намаканов женился и стал обзаводиться семьей. Супруга подарила Намаканову шестерых детей. Семейной жизни сибирского охотника сложиться не удалось. Дочь и двоих сыновей забрала болезнь, а следом, не пережив горя, скончалась жена. В семье сибирского охотника удалось выжить лишь младшему сыну. В тридцать второго года Семен Намаканов, женившийся во второй раз, впервые взял в руки учебники и вместе с младшим сыном, помимо охотничьего промысла, начал осваивать еще и грамоту. Когда грянула Великая Отечественная, Намаканову было уже за сорок случайность. Воинская служба Намаканова, представителя малого народа, который толком не умел читать и не был должным образом обучен грамоте, не заладилась с самого первого дня. Проблемы у Намаканова возникали на ровном месте. Непонимающий приказов сибиряк поначалу был зачислен в помощники повара на полевой кухне, однако и там не сложилось, ни молодого сибиряка прогнали из-за неправильной нарезки хлеба. Не лучше сложились имущественно-хозяйственные отношения мобилизованного на фронт охотника. Строгий выговор от командования Намаканов получил за то, что при сортировке форменной одежды путал размеры и собирал комплекты наугад. Точно так же, случайно, пришла к Намаканову и воинская специальность – снайпер. После одной из ожесточенных немецких бомбардировок осенью 1941 года Намаканов, зачисленный к тому времени в санитары и по-прежнему служивший спустя рукава, был отправлен на эвакуацию раненых. Занимаясь погрузкой одного из пострадавших на носилке, Намаканов внезапно увидел немецкого солдата, прицеливающегося в него. Моментально оценив обстановку, Забайкалец вскинул винтовку, которую успел найти рядом с раненым, и метким выстрелом сразил гитлеровца на повал. Слухи о том, что нерасторопный санитар, едва понимающий русский язык, сумел завалить нацисты одним выстрелом, расползлись по всем соединениям фронта и добрались до командования. Дайентулугуй снайпера Намаканова От степенной, даже ленивой манеры служить при поступлении в снайперское подразделение у сибирского стрелка не осталось и следа. Представитель малых народов почти сразу освоил свое основное оружие, винтовку Массина, у которой даже не было оптического прицела, традиционного и основного приспособления для меткой стрельбы на большие дистанции. Осваивать охоту на гитлеровцев Намаканову в одиночку не пришлось, в рядах фронтовых снайперских подразделений Намаканов повстречал своего земляка, первоклассного снайпера Тагона Санжиева, на счет у которого уже было почти 200 уничтоженных солдат и офицеров противника. Первый боевой выход Намаканова состоялся как раз в паре с Тагоном Санжиевым. Участок фронта, на котором ощущалось серьезное напряжение и постоянно завязывались бои, помимо прочего, регулярно простреливал немецкий снайпер. Меткий, надо признать, был профессионал, убивался одного выстрела, раненых почти не оставалось. Этого умельца Намаканову и Санжиеву командование и поручило уничтожить, минус поясняет военный историк Виктор Соболев. Заняв позицию в одном из разрушенных укреплений, снайперы стали поджидать свою добычу. Обнаружив двух немцев, Талгон Санжиев внезапно выстрелил, но промахнулся. Ответный выстрел немецкого снайпера не заставил себя ждать. Гурятского снайпера оса пуля настигла аккурат в голову. Обескураженный внезапной смертью Санжиева, Намаканов объявил гитлеровцам беспощадную войну и поклялся отомстить за товарища. Убийцу своего боевого товарища Намаканов выслеживал несколько дней, лежал в сыром разрушенном снарядом окопе, передвигался только в темное время суток или на рассвете, умело маскировался и неподвижно лежал на протяжении длительного времени. Спустя несколько дней охоты немецкий снайпер был убит, а Семен Намаканов открыл свой боевой счет, нанеся на трубку для табака первые отметки. Хитрости сибирского шамана Намаканов, как сказали бы инструкторы современных снайперских род, был снайпером от бога. Помимо точной стрельбы, сибиряк изобретал собственные способы маскировки, буквально на коленке изготавливал собственные маскировочные костюмы, а также изобретал хитрые приспособления, системы зеркал для наблюдения и плел из кусков ткани чучела, которые использовал в качестве ложных целей. Кстати, знаменитая снайперская винтовка Масина с оптическим прицелом появилась у Намаканова лишь в 1942 году, до ее появления сибиряк уничтожал немецких солдат, что называется «на глазок». Историки поясняют, что необыкновенные способности Намаканова отмечались не только советским командованием, но и командирами сил противника. Немцы его сначала пытались убить. То двойку снайперов отправят, то вообще троих. Когда всех отправленных немецких снайперов обнаружили мертвыми, на уничтожение Сибирика отправили женщину-снайпера, которую чуть погодя тоже нашли с дыркой в голове, минус поясняет кандидат исторических наук Сергей Сергеев. Прознав о том, что на передовой действует снайпер АС, уничтожить которого не получилось, немцы пошли на хитрость. Как только на участке фронта начинал работать советский снайпер и солдаты валились словно подкошенные, погромкоговорители русским языком с характерным немецким акцентом проигрывали заранее начитанный в микрофон текст, содержание которого сулило сибирскому шаману хорошие условия службы в интересах гитлеровской Германии, щедрое жалование и прочие радости жизни. Когда этот трюк не удался, на небольшого Сибирика устроили самую настоящую артиллерийскую охоту. Всякий раз, когда Намаканов начинал острел живой силы противника, на район, в котором он оборудовал себе позицию, обрушивался настоящий свинцовый дождь, минометы, артиллерия всех доступных калибров и плотный огонь из стрелкового оружия. Историки поясняют, что с разной степенью тяжести Намаканов был ранен около девяти раз и получил несколько контузий, но достать советского снайпера нацисты так и не смогли. Необыкновенный навык меткой стрельбы Намаканова-старшего передался и его сыну. Он был призван в армию в 1944 году и точно так же, как отец, воевал на фронте снайпером. В составе снайперского подразделения Намаканов-младший уничтожил 56 гитлеровцев. Сам же Семен Данилович Намаканов по завершению войны обладал внушительным списком из убитых нацистов, только по документам 695-го стрелкового полка командование установило, что настрел Сибирика составил 360 только подтвержденных убийств зверей в нацистской форме. По завершении войны Семен Данилович Намаканов занялся восстановлением сельского хозяйства, работал плотником и, помимо прочего, стал родоначальником целой военной династии. Все девять детей Семена Намаканова служили стране верой и правдой, танкистами, моряками, разведчиками и военными строителями. История Намаканова не только удивляла его современников, но и продолжает будоражить умы историков и специалистов по огневой подготовке по сей день, ведь по большому счету сибиряк-самоучка стал одним из лучших стрелков совершенно случайно, вписав свою фамилию в золотой список самых результативных снайперов Великой Отечественной. Этот файл создан незарегистрированной версией программы «Русак» фирмы Bizetsoft. Зарегистрированная версия не вставляет таких сообщений. Продолжение следует...